МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. В Нарьинмаре ожидается вторая волна половодья. Основной ледоход развивается в 15 километрах ниже Юшина. На реке Печора происходит формирование максимальных уровней воды. На территории Нинецкого округа ведут масочный режим. Планируется, что он начнет действовать с 22 мая. При этом использовать средства индивидуальной защиты населению будет необходимо только в закрытых помещениях. Изучить иностранный язык в домашних условиях вполне реально. Главное, чтобы было большое желание. Школьная программа чаще всего дает только базу, но получить достойный уровень знания языка можно и с нуля в любом возрасте. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В Нарьинмаре ожидается вторая волна половодья. На реке происходит формирование максимальных уровней воды. Об этом сообщили в Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмар. Максимальные уровни воды 550-570 сантиметров в морском порту окруженной столицы будут достигнуты 23 мая. По состоянию на 16 часов 18 мая основной ледоход развивается в 15 километрах ниже Юшина. В протоке Куйский шар в районе деревни Красная продолжается густой ледоход. В настоящий момент на реке Печора происходит формирование максимальных уровней воды. По данным гидрологического бюллетеня на 16 часов 18 мая в Великовисочном уровень воды составляет 771 сантиметр, при критической отметке 735 сантиметров, плюс 2 сантиметра за 4 часа. За это же время в Оксина вода прибыла на 4 сантиметра, и ее уровень составляет 647 сантиметров. В Харуте на Адзве редкий ледоход уровень воды составляет 632 сантиметра, минус 11 сантиметров за 4 часа. В Харивере уровень воды 748 сантиметров, в Нарьинмаре 473 сантиметра. Наступление максимальных уровней воды на участке от Усть-Усы до Йормицы ожидается в период с 18 по 21 мая. В районе Оксина 22 мая на отметках 730-750 сантиметров. В порту Нарьинмара 23 мая на отметках 550-570 сантиметров. В целом, по словам начальника Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмара Людмилы Севастьяновой, после прохождения второй волны будут сняты временные гидрологические посты. На территории Нинецкого округа введут масочный режим. Планируется, что он начнет действовать с 22 мая, при этом использовать средства индивидуальной защиты населению будет необходимо только в закрытых помещениях. Такое решение было принято сегодня в ходе заседания оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории Нинецкого округа. Мария Даник продолжит тему. Решение о введении масочного режима на территории Нинецкого округа обусловлено ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявлено три новых случая COVID-19. Две новых случаи, которые зафиксированы были по результатам исследования вчера. Два случая – это бытовый контакт с ранее переведенным пациентом и один случай – контакт с ранее выведенным пациентом в терапевтическом отделении. Всего в регионе зарегистрировано 57 случаев заражения коронавирусом. Семь человек выздоровело. Лечение в стационарных и амбулаторных условиях сегодня проходит 50 человек, в их числе и те, кто находится на месторождениях имени Титова и Варандейская. С последнего накануне один пациент был переведен в стационар Усинской ЦРБ. Всего под меднаблюдением у нас 525 человек, 598 человек с нецезконтроля. Проведено 2255 исследований. По словам главного санитарного врача Нейнского округа Натальи Кирхар, ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе напряженная. В этой связи ведут масочный режим. Соответствующие изменения внесут в окружное постановление о режиме повышенной готовности. Вести масочный режим с обязательным вношением средств индивидуальной защиты масок и аспираторов при нахождении в местах общего пользования, в организациях торговли, в организациях заказывают штабные годовые услуги, в общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа, электроокси и в медицинских и аптечных организациях. По решению штаба масочный режим будет введён с 22 мая. До этого числа масками обеспечат все населённые пункты региона. Бесплатно масками будут обеспечены отдельные категории граждан. Многодетные, ветераны, инвалиды, люди старше 65 лет. Предусмотреть для них бесплатную доставку этих масок, чтобы у них была возможность ими пользоваться. Заявку на одноразовые медицинские маски льготные категории граждан могут оставить, позвонив по номеру телефона волонтёрского центра по оказанию помощи населению в условиях распространения коронавирусной инфекции по телефону 2-16-90. На данном этапе, подчеркнул в Рио губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный, наказание для тех, кто не будет носить маски, не предусмотрено. Хотелось бы отдельно сказать, что мы никоим образом не ставим своей целью сейчас наказывать людей, если введём такой масочный режим, за то, что они будут появляться без масок. Совершенно понятно, что нужен некий какой-то переходный период. Более того, надо вести разъяснительную работу. Напомню, масочный режим вводится в закрытых помещениях с массовым пребыванием людей с 22 мая. Мария Даник, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». И в продолжение темы. Как сообщалось ранее, Ненецкая фармация закупила 100 тысяч одноразовых медицинских масок. Средства индивидуальной защиты доступны в торговой сети общества, а до 21 мая маски поступят во все аптеки и аптечные пункты отдалённых населённых пунктов округа. Наталья Дуркина продолжит тему. Несмотря на большое количество споров вокруг вопроса эффективности защитных масок, носить их всё-таки придётся. По словам специалистов, даже здоровому человеку маска необходима в качестве барьера. А учитывая тот факт, что коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, средства индивидуальной защиты помогут обезопасить окружающих граждан. В городских аптеках уже появились маски для реализации населению. На сегодняшний день Ненецкой фармации заключён договор с поставщиком на поставку одноразовых медицинских масок. В аптеке поступила первая партия в 50 тысяч штук. Следующая партия, оставшиеся 50 тысяч масок, у нас поступят в среду. На сегодняшний день в продаже по всем аптекам города и аптечным пунктам города у нас маски есть в продаже. Цена одной маски – 37 рублей. Многоразовые маски тоже есть в продаже. Заключён у нас договор на поставку их СП и Волга. Маски по цене – 210 рублей. Тоже имеются в продаже по всем аптекам нашего города и по двум аптечным пунктам города. На сегодняшний день горожане уже привыкли использовать в повседневной жизни медицинские маски. Как говорится, профилактика – лучшее средство защиты. Появились маски так. Я вот купила одну, да при утюгом, вы видите, и сказали многоразовая, прогладила, а она у меня прилипла к утюгу. Ну вот, пока хожу в ней. Надо за новой зайти маской. Я просто куда захожу, на улицу можно не носить. Я как медработник тоже информацию-то слушаю. Ветер всё-таки продувает, да? А куда-то зашли, нужно масочный. Ну, у нас сегодня в Вестях объявили ещё три случая, поэтому лучше профилактикой заняться, чем потом какие-то последствия. Использовать медицинскую маску нужно правильно. Она должна плотно сидеть на лице без щелей, открывающих доступ к вирусам. Для лучшего прилегания можно отрегулировать маску в районе носа при помощи встроенного фиксатора. Не следует трогать маску грязными руками. Также надо понимать, если маска одноразовая, повторно её использовать категорически запрещено. Сняли и сразу же выбросили. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. В региональном парламенте пройдут публичные слушания по годовому отчёту об исполнении окружного бюджета за 2019 год. Мероприятие запланировано на вторник, 19 мая, на 16.00. Как рассказала председатель постоянной комиссии окружного собрания депутатов по экономической политике Наталья Кордакова, в целом бюджет региона носил социально направленный характер. Там было у нас 25 программ, в том числе и национальные проекты. То есть это у нас 95% бюджета состоит из программных мероприятий. В том числе практически 52% бюджета направлено на социальные нужды жителей. Поэтому я считаю, что на самом деле он носит у нас социально направленный характер. 15% из этого направляется на производство, на субсидии всеразличные. У нас хочется отметить, что на самом деле очень хорошая помощь и поддержка для сельхозпроизводителей, в целом для среднего и малого бизнеса. До 18 мая жители региона могли направить свои замечания и предложения по годовому отчету в исполнении бюджета. Они будут рассмотрены уже завтра на публичных слушаниях. В связи с введением режима повышенной готовности на территории Ненинского округа с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, мероприятие пройдет в режиме ограниченного доступа. Для граждан на официальном сайте собрания депутатов Ненинского округа, на телеканале «Север» в спутниковом пакете «Триколор» и на официальном сайте телерадиокомпании будет доступна онлайн-трансляция. Напомню, начало мероприятия в 16 часов. С проектом окружного закона можно ознакомиться на официальных сайтах администрации округа и регионального парламента. Кроме того, документ опубликован в газете «Нарьяна Виндер» за 30 апреля. В Ненинском округе стартовал сезон весенней охоты. Водоплавающую дичь можно будет добывать до 25 мая на всех трех участках общедоступных охотничьих угодий. На сегодняшний день охотникам региона выдано более полутора тысяч разрешений. Напомню, в этом году весенняя охота пройдет на всех трех участках общедоступных охотничьих угодий в единый срок – с 16 по 25 мая. Принять участие в промысле по решению окружных властей смогут только жители Ненинского округа. Данная мера направлена на обеспечение безопасности людей в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненинского округа, порядка 40% от общего числа путевок охотники получили со скидкой через портал государственных услуг. Ведомстве напомнили, что документ дает право добычи не более 20 гусей и казарок, а также 20 селезней. Получить разрешение охотники смогут в течение всего 10-дневного периода весенней охоты. Сейчас в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Нарьинмаре изменен порядок выдачи путевок. В целях сохранения здоровья граждан и недопущения скопления людей прекращена выдача разрешения при личном посещении департамента. Теперь получить путевку можно только удаленно. Госпошлина для получения разрешения на весеннюю охоту составляет 650 рублей. С учетом скидки при получении услуги в электронном виде стоимость составит 455 рублей. Дополнительную информацию по вопросу выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов можно уточнить по телефону, который вы видите сейчас на своих экранах. Детская школа искусств ждет новые таланты. Приемная кампания в учебном заведении продлится до конца мая. В этом году прием заявлений на поступление от будущих музыкантов и их родителей происходит в дистанционном режиме. Все заявления школа принимает в электронном виде. В этом году из стен детской школы искусств выпускается 65 юных художников и музыкантов. На их смену педагоги ждут новых учеников. Правда, пока наборы на художественное отделение не планируется. Возраст поступающих с 7 до 12 лет. Фортепиано, скрипка, домра, балалайка, аккордеон, баян. Все, кто хочет прикоснуться к музыкальному искусству, мы рады приветствовать в нашей школе. Подать документы совсем не сложно. Действительно, время выставило новые требования. Мы не можем в очной форме работать с родителями, с поступающими. Но принимаем в этом году документы по дистанционной системе. Оставить заявление на поступление, а также получить всю необходимую информацию, будущие музыканты могут на сайте учреждения dcheinao.ru. Справа активная ссылка «Поступить в школу». Здесь вся необходимая информация для поступления. Наши вакантные места и заявления, которые можно скачать, список документов, которые нам необходим. И даже если у вас возникнут какие-то у родителей вопросы по поступлению, всегда можно позвонить 4-20-55 и поинтересоваться по поводу приема документов. Как только будут сняты ограничения, в школе искусств обещают связаться со всеми родителями и законными представителями будущих музыкантов. Пригласят их для прослушивания и зачисления в учебное заведение. Сегодня Международный день музеев. Праздник появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этой даты. И даже несмотря на непростую эпидемическую ситуацию в мире, в этом году сотрудникам музеев удалось отметить профессиональный праздник. Ольга Русул продолжит. 18 мая уже традиционно двери всех музеев открыты для посетителей. Только в этом году ежегодная акция «Ночь музеев» прошла в новом формате онлайн. Причина – непростая эпидемическая ситуация в мире. Но тем не менее, потом, конечно же, мы собрали силами, одухотворились и, конечно же, провели эту акцию, замечательную акцию «Ночь музеев», посредством как бы онлайн. На сайтах нашего музея были представлены и проведены интерактивные экскурсии, музейные занятия, мастер-классы были проведены. Ну, конечно же, для нас это и праздник, но есть праздник. Конечно, мы его провели все-таки как настоящие музейщики. Для всех желающих на просторах всемирной сети интернет транслировались различные мастер-классы и виртуальные экскурсии. Салют над нашим городом. Для этого нам понадобится краский гуаш, водичка, кисточки, тряпочка. Ну и, конечно, листочек. Итак, приступим. Посетители онлайн-акции «Ночь музеев» смогли познакомиться с редкой профессией реставратора. Анастасия Гудова рассказала и показала, как происходит процесс восстановления экспонатов. Что такое реставрация? Реставрация в переводе с латинского означает «восстановление». Современная реставрация заключается в консервации. Несмотря на то, что посетители могли общаться с сотрудниками музея только через экран монитора, акция удалась. Это для нас новый опыт. Это для нас, как бы сказать, новая какая-то такая страничка истории для нас. Естественно, мы делаем по такого масштаба, очень такого масштабного праздника посредством онлайн. Конечно, честно сказать, проводить праздники вживую гораздо легче. По крайней мере, мы так считаем. Сотрудники Ненецкого краеведческого музея надеются на скорую встречу с посетителями и ждут, когда экспозиционные залы оживут и наполнятся людьми. Ольга Руслова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Изучить иностранный язык в домашних условиях вполне реально. Главное, чтобы было большое желание. Школьная программа чаще всего дает только базу, но получить достойный уровень знания языка можно и с нуля в любом возрасте. Первое знакомство с английским языком у Виктора Талеева случилось, как и у многих в школе. Постигнув азы инглиша, он продолжил изучать иностранный язык в среднем учебном заведении. А вот более глубоко погрузиться в языковую среду уже после студенчества помог случай. А таким поворотным моментом стало, что я однажды попал в больницу, заболел, а там делать было нечего. Вот, и попросил, чтобы мне принесли какие-нибудь учебники по английскому языку, так как мне нравилось и нравится до сих пор. И я выбрал один такой хороший учебник, мне очень понравился, называется «Практическая грамматика английского языка». Издательство МГУ. Там ничего не было, никаких текстов, никаких картинок, просто правила, объяснение, пример. Метод самостоятельного изучения помог разобраться с грамматикой, а вот над произношением пришлось работать, долго подбирая удобный способ. Я пытался выучить, опять же, по музыке, тексты. Писал на русском языке, потом пытался по транскрипции, словаря, отдельные слова выводить. Кое-что получалось, так радовалось, чтобы получалось найти подходящее. Но скажу прямо, этот метод вообще совершенно бесперспективный, он не работает. Английский язык в жизни Виктора скорее для себя. Но даже с любительским уровнем знаний его неоднократно приглашали поработать переводчиком для приезжих делегаций. Десять неизделанных тестов, девять неизделанных домашних знаний. Екатерина Тарасова выбрала более современный метод изучения английского. Девушка постигает основы грамматики и произношения в режиме онлайн. Ну, вообще, у меня есть два способа изучения языка на данный момент. Это через скайп и через платформу специальную, то есть, которая там также видеосвязь с учителем, ну и домашние задания уже на этой платформе. Мне, в принципе, и так, и так удобно. Я чередую для того, чтобы не общаться долго с одним преподавателем, а преподавателя чередовать. То есть, их у меня три, я их как бы между собой чередую. Ну вот, стоит это примерно всё одинаково, поэтому финансово нет разницы. Мотивы для изучения английского у семьи Тарасовых достаточно просты. Комфортные путешествия без языкового барьера, развитие своего дела за рубежом, раннее изучение иностранного языка с ребёнком. Сейчас маленькие дочки уже читают сказки на английском и всячески пытаются добавить английскую речь в обиход, например, во время уроков. Хотелось индивидуальное занятие, и так как всё время большая занятость, большая загрузка, даже ещё до ждения ребёнка, не хотелось тратить время на дорогу, там сборы, разборы, ну то есть, как бы по скайпу проще. Организовался 10 минут, вроде причесался, и как бы ты молодец, ты прилежный студент. Как признаются наши герои, английский в школе дал им только базовые знания, которые отложились в подкорке и ждали своего часа. Но и без этого каждый может освоить другой язык. Главное – действительно захотеть. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Полар Транс». «Полар Транс», «Полар Транс»